Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в неделю третью по Пасхе, святых жен мироносец, в день, когда Православная Церковь особо выражает признательность всем нашим труженицам, матерям, женам, сестрам, от всего сердца хотел бы пожелать вам, всем зрительницам нашего телеканала «Союз» непрестанной радости о воскрешенном Спасителе и благословенного мира в ваших домах. В этот радостный день за богослужением читается Евангелие от Марка с 43 стиха 15 главы по 8 стих 16 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время она прииди Иосиф, иже от Римофея благообразен советник, иже и той бечае Царствие Божие, дерзнув в ниде к Пилату и проси тело Иисусова. «Пила же дивися, аще уже умре, и призвав сотника, вопроси его, аще уже умре, и увидев от сотника, дадя тело Иосифове. И купив плащаницу, и снем его, обвид плащаницу, и положи его во гроб, и же бей иссечен от камени, и привали камень на двери гроба. Мария же Магдалина, и Мария Иосия возрясти, где его полагаху. И минувши субботи Мария Магдалина, и Мария Иаковля, и Соломия, купиши ароматы, да пришедши помажут Иисусом. И зело заутро воедино от суббот, приедоши на гроб, воссиявши солнцу. И глаголуху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба, И возревши видиша, яко отвален бе камень, бе бо вели зело. И влезши во гроб, видиша юношу, сидящий в десных, одеянного одежду белу, и ужасошася. Он же глагола им, не ужасайтеся. Иисуса ищите на зеленина распятого, восста неезде, Се место и деже положиши его. Но идите, рците, учеником его и Петрови, Яковаряет вы в Галилее, и там его видите, яко же рече вам. И исшедше бежаша от гроба, и мяша же их трепет и ужас, И никому же ничто жереша, бояху бося. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, Который и сам ожидал Царствия Божия, Осмирился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, И, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницею И положил его во гробе, который был височен во скале, И приводил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествию субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия Купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, Облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. И Иисуса ищите на Заренина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. И объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Евангелист Марк начинает твой рассказ с сообщением о приходе к Пилату Иосифа из Аримафеи, иудейского города вблизи Иерусалима. Евангелист Марк подчеркивает, что Иосиф осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Для этого действительно нужно было обладать большим мужеством, так как римляне обычно оставляли тела, казненных на Христах, до полного разложения, чтобы еще больше устрашить остальных. Тела также отдавали на растерзание хищным птицам и собакам, или бросали их в общую могилу. Но и спросив разрешение начальства, можно было предавать их погребению. Пилат был удивлен, что Иисус умер так скоро, а потому просил сотника пойти проверить. После того, как тот подтвердил факт смерти, Пилат распорядился отдать тело Иосифу. Иосиф же купил плащаницу, то есть длинное и цельное полотно, и, сняв Господа с креста, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мертвых обычно хоронили в гробницах, которыми служили естественные пещеры. Если их не было, гробницу часто высекали в скалах. Ко входу приваливали тяжелый камень, чтобы предотвратить проникновение в гробницу воров и животных. Именно в такой гробнице Иосиф и положил тело Христа. Женщинам, присутствовавшим на Голгофе, а затем при погребении Господа, было прискорбно, что возлюбленного учителя похоронили в торопях, без подобающего оплакивания и молитвы. Поэтому они, проведя по заповеди, всю субботу в покое, в первый день недели, уже на рассвете поспешили ко гробу, чтобы исполнить свое благочестивое желание и отдать последний долг любви по отношению к своему возлюбленному учителю, наполнив благоуханными ароматами гробницу Христову. Кем же были эти жены-мироносицы? Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосии, Соломия, мать сынов Зеведеевых, а также многие другие, которые служили Христу от своих имений. Святитель Игнасий Бринчанинов замечает, «Не нуждалось тело Господа в благовонном мире мироносец, помазание миром оно предварило воскресенье. Но святые жены благовременную покупку мира ранним шествием, при первых лучах солнца к живоносному гробу, пренебрежением страха, который внушался злобу Исенидриона, и воинственную стражию, страживший гроб и погребенного, явили и доказали опытно свой сердечный залог Господу». Именно мироносицы должны были стать благовестниками славы воскресения Христова. А потому ангел Господень обратился к ним со следующими словами. «Иисуса ищите на зверенина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Священномученик Серафим Петроградский пишет, «Христос не выбирал жен мироносец и не звал их следовать за собой, подобно апостолам и семидесяти ученикам, но они сами пошли за ним, как за единой с целью своей возрожденной жизни, как за вечной истиной, как за самим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на его видимую бедность, простоту и явную враждебность к нему первосвященников и народных наставников. Пусть же, дорогие братья и сестры, воспоминание о самоотвержении, подвигах, трепетной любви святых жен мироносец ко Христу наполняет и наши сердца той же любовью к Господу и стремлением самоотверженно служить Ему, являя свет этому миру, дабы люди, видя наши добрые дела, проставляли Отца нашего Небесного. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, натяну повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя.